всем привет вы на канале донатик фэмили новый день утро так часы там видно сколько у нас там время 10 15 время 10 15 а я уже кучу дел переделана еще за свежим хлебом сбегать думаю вчера не стала брать и так сегодня вечером деревню это значит что пятницу необычный день готовки потому что понятное дело может быть тут спросит вы же в деревне приезжаете на костре всякие там вкусняшки это все понятно просто именно сам день приезда мы никогда не знаем во сколько мы приедем то есть denis приходится работа около 4 в пятом часу то есть выезжаем выехать из города это вообще иногда бывает и 2 и 3 часа иногда бывает что приезжаешь просто на улицу уже темно то есть уставшие разобрать сумки и уже просто я на всякий случай что-то готовлю вкусненькое чтобы в пятницу приехать и просто не за пустым столом сидеть это кстати шейка шейка со специями я сейчас хочу нарезать кусочками очень мягкую очень нежная такой вот контейнер у меня есть у меня в духовке ребра как они сделают я вам их обязательно покажу они просто тоже пальчики оближешь ну согласно еда тяжелый ну как бы мало у кого кто из мужчин сидит на диетах то есть всем подавай мясо ну в любом случае это у меня не жареные не обжаренные все в собственном соку все в духовке практически на сковородке я ничего не жарю очень редко когда прям вот лень какая-то настигнет что-то бросишь пережаришь я больше как бы по духовке так такую вот молодую картошечку отварила очень вкусная как делаю я то есть я ее отвариваю немножко специи там чесночок добавляю потом уже приезду в деревне я деревню я ее порежу немножко на сливочном масле такой легкой корочки и как я уже рассказываю молодую картошку вот в этот вот чесночно горчично майонезная с всякими там травками соус но это бомба я вот поэтому всегда жду свою молодую картошку вот именно вот только ради этого что вот именно поесть именно молодой так мы что будут заниматься все показала вот извиняюсь от свечи в трубонами закрыла оставила прям чуть-чуть и погода не очень от солнца светит я смотрю ветер вообще бешеным с мамой созванивалась на уже прогуливаться ходил мы с него в жаворонке у нас все активные деятельности время до обед то есть некоторые там в 11-12 встаю даже берем выходной день у меня к этому времени уже уже даже голову помыла и душ принимают немножко тут уложилась и все 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 то есть у меня вот 12 час магазин сбегаю у меня прям вообще кипучая деятельность поэтому я прям вот стопроцентовый жаворонок вот так что оставайтесь со мной а покажу еще ребрышки покажу может быть сбора что я обычно с собой беру в деревню это реально там прям целый стол у меня обычно наложено чтобы вот знаете лучше останется лучше отвезти домой чем что-то не возьмешь не хватит я как бы ориентируюсь всегда на это лучше больше чем меньше вот ну все оставайтесь со мной еще увидимся зашла в 4 купил вот такую штучку тимона кстати помогает этот клещей всяких шей все 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 что нужно коту летом вот на стать такой неплохой девочек здесь есть и орехи супа фруктов так ну пойду тележку возьму не тележку на корзинку мне принципе хлеб только нужен или так может на что-нибудь и глаз упадет вроде уже все куплено все свеженькое багетов много я взяла вот такой вот а есть сегодняшний корзин продуктов но пол батона может мужчин бутерброды схватят качапур на всякий случай и французский багет такой все прям свеженькое аппетитное вот такой вот качапурку взяла вкусные они у них тут и сыра много такие вот дела сейчас пойду домой что-нибудь еще вам расскажу интересного покажу оставайтесь со мной хотела что-то сказать и слюной подавилась извините так ну что свинину я порезал кусочками вот такими повторюсь это шейка это ребрышки прям очень их любит денис я думаю что папе тоже понравится а я по-моему уже не делал папа их ел да тоже им понравился они точно вспомнила вообще мужицкий поднос все что любит мужчина я может максимум съем кусок мяса не сказал что на очень жирные так пошла короче за хлебушком так я и набрала это то что в перекрестке свежий багет батон тоже на завтрак молоко взяла княгинина хорошие две булочки но это тоже на перекос не прошла я мимо хорошие прямо акции вот эта вот штучка говядина в желез стоит 700 по моему 50 рублей ну за килограмм то есть там прямо акции чуть ли не в четыре раза я прям мимо не прошла в желешке все это полезно ну как полезно ну полезнее чем свинина все-таки это говядина даже может быть кусок попробую я все-таки вкусняхи песок песок у нас в нижнем новгороде стоит 84 50 на 85 рублей то есть раньше мы покупали за 49 но до всех вот этих вот печальных событий мы покупали за 49 ну вот сейчас вот как больше чем в два раза так что у меня тут это я мариную грибочки я их запеку а не было маленьких я люблю прямо таких вот малышек очень вкусных тоже в соус как вот картошку отварную замариновал соевый соус специи немного и чеснок очень вкусно в духовке потом соусом с картошечкой молодой завидую я своим мужчинам так здесь не подготовил это так как так забываю все опята пропят а грузди грузди это грузди тоже и денис и папа любит лук я еще так с маслицем сделаю так немножко замариную его это прям как вот чисто вот побаловаться тоже в корейской кухне окей купила такие у нас цены бобовые так бобовая лапша не очень острый как хотелось бы ну нормально и морковку со спаржей вот нам больше мне прям безумно хочется я прямо умираю хочу корейской моркови со спаржей вот как-то вот такие приготовления в деревне сегодня вы со мной целый день так кстати баночка из-под грибов я стал как бабушка прям старенькая все баночки это потому что везешь деревне какие-то шурупы положить постоянно что-то нужно убрать поэтому я все это собираю все это хранила постиралась нет еще и пести ружки ребят на улице жесть ливень как из-за ведра я вообще прям расстроена вот настроение какую-то не дачну возможно сегодня дело особо никаких там делать не будем ну конечно хотелось бы уже это тебе закрыла я закрыл рулоны молодой человек так что хотел сказать сейчас у меня обед ресторанное блюдо я себе сделал красиво это цель зерновые как они называют спиральки они прямо очень твердая в самокате заказывала но мне кажется они прямо очень и очень полезны судя по их вкус конечно даже с вермишелью с какой-то обычной лапшой там или макаронами тсп не сравнишь помидорку порезал не больно хочу редиску помидора грибочки вот сейчас вот сделала грибы конечно не видно кстати так все украсила соус мунаги вообще безумно люблю очень советую это вот такую наги это вот я не знаю может кто-нибудь не знает на ровах иногда вот такая темные полоски украшения я это соус раньше вообще куда только не добавляла потому что к нам принято не очень это полезно ну так вот просто чуть-чуть для украшения такой грибочек я говорю я люблю маленькие грибы маленьких не было пришлось брать крупные просто я их уже порезала в деревне с картошкой отлично очень вкусно очень уныло я прям сижу вам не слышно окошко закрывай куда снимаю чтобы шумы лишние не мешали очень уныло все дождь хлещет ветер я так чувствуем приедем просто поедим поиграем домино мы же подсели на эту игру с папой с денисом втроем в майский там жиль мы играли в общем каждый вечер очень нравится метка не напряженная достаточно азартная интересно как ты вечер скрасить в небольшом доме тому что особо поделаешь телевизор есть но от него то есть надо будет решать вопрос но вообще мы телевизор и дома мы практически не смотрим хватает интернет телефонов сейчас уже в наших современных реалиях youtube какие-то сериалы фильмы просто какие-то может быть кулинарный канал посмотри мне кажется меня немножко кривоватый камера стоит если докажется или чуть-чуть поправлю мне кажется как криво очень вкусные грибы меньше вот этот куриная мясная штучка остался тем кусочками нарезала погрела это глади прям такие темненькие вермишель в самокате цельнозерновая мне очень нравится она достаточно мягкой тоже темные это будет полезная но вот эти вот спиральки я не знаю их варю варю они вообще просто как называется что поправьте аль денте если там немножечко это не проваренные какое-то такое мне кажется аль денте вот они почему-то у меня такими же получаются но макароны я очень люблю поэтому мне все равно вкусно сейчас продолжу свои сборы я уж поэтому с вами на обед сел я же сказал сегодня со мной весь день вы побудете посмотрите мой день к сборам есть не очень хочется я не скажу что на принципе тут я прям по чуть-чуть положил просто тарелка большая но я прям вот всего пол помидорки про мне все потому что приедем деревне поздно есть а больше не будет деревня да и науч в деревне особо не наедаюсь то есть там картошку это все как салатика поклевать поэтому думаю надо это перекусить все-таки дома моя азербайджанская вкусняшка в принципе по приготовлением грибочки я сделала мясо ребра картошка салатики в этот раз овощные решил просто нарезка овощей сделаю и вот эти вот корейский то есть там морковку в такой легкой помни раньше все есть в оливье крабовой тяжеловато то есть уже с учетом таких вот тяжелого первого блюда этих вот мясных всех вещей да еще и майонезный салат я все-таки пожалею конечно они бы съели но я пожалею своих мужчин все-таки завтра работать весь день папе косить день успеть к туалет доделывать поэтому обидаться не будет ну он ребят доем уж одна не знаю покажу что не покажу заканчивать не заканчивать влог но еще на радар своим выйду сегодня вроде как в принципе все показала сбор сумок где-то у меня через два часа то есть денис приходит кота в люльку сумки я уже в коридоре все складываю то есть там квали 15 минут мы уже в машину за папой то есть вот в принципе сколько там в лучшем случае полтора часа дорога то есть прям повезло если в пятницу после работы ехать вот поэтому приедем уже разбор сумок отдых перекус может быть домино кофе вот такой у меня сегодня денек так что думаю давайте нам до свидания все таки с вами спасибо что этот день провели со мной спасибо за просмотр надеюсь было интересно посмотреть целую обнимаю всем отличного настроения замечательных выходных всем пока